Белорусская спортсменка, брестская золотая рыбка, как называют ее у нас, Анастасия Шкурдая растет на глазах, добиваясь результатов мировой величины и ставя новые рекорды. Чествование юного дарования проходило в символичном для нее месте, во дворце водных видов спорта. Именно здесь, еще совсем маленькая, Анастасия проводила свои первые тренировки и добивалась первых результатов. Поздравлял белорусскую рекордсменку и ее тренера Ольгу Ясинович, председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Виз. Всего спортсменами области на официальных международных соревнованиях в этом году завоевана 51 медаль, 16 золотых, 17 серебряных, 18 бронзовых. Право участия в Олимпийских играх в 2020 году в Токио на сегодняшний день завоевали 10 спортсменов области, 5 легкоатлетов, 2 спортсмена в гребле академической, по одной лицензии в гребленной байдарках и каноэ, в стрельбе пулевой, ну и в плавании, вот то, что здесь говорилось Анастасия. Очень приятно, что Настя в таком молодом возрасте сегодня показывает результаты не юниорские, а побеждает на взрослых соревнованиях. Потому что одно дело соревноваться среди тех, которые, значит, одного возраста спортсмены и другое, когда они намного старше. Это вдвойне приятно. Награждение брещанки Анастасии Шкурдай стало кульминационной частью мероприятия. За свои 16 лет спортсменка успела отличиться на самых престижных стартах, войти в состав национальной сборной по плаванию и стать самым юным мастером спорта международного класса. А за три года выступлений на официальных международных соревнованиях Анастасия завоевала 14 медалей, 7 из которых золотом. Председатель Брестского областного исполнительного комитета Анатолий Лис торжественно вручил почетную грамоту и медаль, изготовленную в год тысячелетия Бреста юной спортсменке. Кроме того, тренера знаменитой пловчихи Ольгу Ясинович наградили благодарственным письмом за воспитание юного дарования. Мы заканчиваем сезон очень хорошим временем. В прошлом году нам удалось перенести время короткую воду на длинную. Поэтому на этот сезон мы ставим такую же задачу. Какие-то планирования медалей или чего-то такого мы не делаем, мы планируем всегда результат. Основной старт для Насти в этом сезоне нельзя выделить один. Мы будем готовиться к юношеской Европе, она будет в Великобритании. У нас в этом году очень много стартов в этой стране. На мероприятии присутствовал один из поклонников спортивного таланта чемпионки Михаил Татарчук. Он вместе со своим дедушкой написал в честь юной рекордсменке стихотворение и в торжественной обстановке прочел его. В такие мгновения счастье захлестывает волна. Спасибо тебе, Шкурда и Настя, тобою гордится страна. В плотном графике Анастасия остается мало времени на отдых, но это ее не пугает. В стремлении достичь высоких спортивных результатов она не отстает и в учебе, отводя должное время тренировкам и занятиям в училище Олимпийского резерва. В этом сезоне у меня очень много сборов, даже если я не уезжаю за границу, то сборы проходят в моем родном городе, и здесь есть все условия, чтобы я оставалась здесь жить, ночевать, кушать и плавать в одном месте. Поэтому в школу удается попасть очень редко, и мой день состоит вот так. Я встаю в 6 утра, буду чуть раньше, иду на тренировку, потом обедаю, ложусь спать, иду на следующую тренировку, и все, в принципе день закончен. Впереди у Анастасии Шкурда и ее тренера Ольги Ясинович новые победы, а потому спортивный дуэт готовится к следующим важным стартам. Ирина Кузьмич, Павел Малошонок, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буктовая».